Здравствуйте! В эфире передача «Прямой разговор». С вами в студии Ирина Нурматова. Сегодня мы обсуждаем, как развивается предпринимательство в Смоленской области, какую поддержку могут получить предприниматели от государства, какие инвестиционные проекты реализуются в Десногорске, а также затронем вопросы создания территориального общественного самоуправления. В обсуждении принимает участие заместитель главы муниципального образования по экономическим вопросам, Шестериков Антон Викторович. Антон Викторович, здравствуйте! Добрый день, Ирина! Добрый день, уважаемые десногорцы, гости города и все, кто смотрит этот эфир. Развитие своего бизнеса в равной степени перспективное, но и рискованное предприятие, и государство готово помогать новичкам стать успешными бизнесменами. Антон, расскажите подробнее о том, какую помощь оказывает администрация. Ну, прежде всего, нужно сказать о Совете по малому и среднему предпринимательству, который действует при администрации города уже несколько лет. В настоящее время его возглавляет глава муниципального образования Андрей Николаевич Шубин. В состав данного совета входят предприниматели города, как я уже говорил, глава и руководители структурных подразделений администрации. Цель данного совета как раз объединить бизнес-сообщество города, обеспечить устойчивую связь с институтами развития региона, с той организацией, которая есть в нашем муниципальном образовании. Это Десногорский фонд поддержки предпринимателей, который обеспечивает получение ими микрозаймов. А также все это в итоге выливается в проектную команду, созданную также при администрации, в целях реализации инвест-проектов. В функции данного совета также входит и какое-то экспертное сопровождение муниципальных правовых актов. То есть предприниматель может обратиться либо со своей инициативой, либо с предложением по корректировке существующего муниципального нормативного акта. И данный вопрос также будет рассмотрен. Непосредственно как данный совет, так и я в личном качестве отдела экономики оказывают всю необходимую информационную, консультационную и организационную помощь гражданам для открытия собственного дела. Скажите, с какими проблемами сталкиваются представители малого и среднего бизнеса? Вопрос, конечно, непростой. Проблемы у всех сейчас одни, по большому счету. Мы понимаем, что сейчас живем в не очень простой экономической ситуации. Это прежде всего отсутствие оборотных средств. Та проблема, которую призван как раз решить Десногорский фонд отчасти. Но Десногорский фонд ограничен в своих возможностях, в своих средствах. То есть он может выдавать займы до 50 тысяч рублей. По согласованию до 100 тысяч рублей. Если необходим больший объем, это уже Смоленский фонд поддержки предпринимательства, который выдает займы до миллиона и до трех миллионов, соответственно, на отдельные виды проектов. Какие есть преграды для участия смоленских товаропроизводителей в госзакупках? Лично мое мнение, что особых преград нет. Нужно, чтобы было желание. Как администрация муниципального образования, так и администрация региона, они нацелены как раз на всемирную поддержку смоленских товаропроизводителей на уровне муниципалитета, местных товаропроизводителей города Десногорска. Мы готовы оказывать всю необходимую поддержку. Здесь можно затронуть, опять же, форум «Территория бизнеса, территория жизни», который буквально в минувшую пятницу проходил в городе Смоленске, в рамках которого проходил в том числе круглый стол по экспорту продукции Смоленских товаропроизводителей. Да, здесь мы как раз можем упомянуть премию «Бизнес-успех». Можете рассказать подробнее, какие были критерии отбора? Данный форум, собственно, как я уже сказал, «Территория бизнеса, территория жизни» и национальная премия «Бизнес-успех», ее региональный этап, он уже проходит в городе Смоленске второй год, в прошлом году он уже проходил. К сожалению, вынужден констатировать, что пока ни один предприниматель, ни одно Десногорское предприятие участие в данном форуме, по крайней мере, непосредственно в конкурсном отборе, не приняло. Несмотря на ту информацию, которую администрация доводит, которая размещается как в печатных средствах массовой информации, в электронных средствах массовой информации, мы ее доводим на тех же заседаниях Совета малого и среднего предпринимательства, к сожалению, этого пока нет. Но участвует муниципалитет второй год уже в рамках номинации «Лучшая практика поддержки предпринимательства и инвестиционной деятельности». И можно отметить, что в прошлом году наш муниципалитет стал финалистом этой номинации. В этом году, к сожалению, финалистом не стал, но мы продолжаем работать в этом направлении. Что касается других муниципалитетов, других районов, следует отметить, что если в прошлом году наиболее активен был город Смоленск, то в этом году было четыре проекта от Гагаринского района. Они совершенно разные. Это Гагаринский хлебозавод, Гагаринский консервный завод, это светотехнический завод и производство детской одежды. То есть, как мы видим, в других районах Смоленской области предприниматели ведут себя чуть более активно. Есть еще одна тема, которая интересна Десногорцам. Это инвестиционная деятельность. Давайте поговорим о ней. Расскажите подробнее, как происходит организация инвестиционной деятельности в Десногорске. Здесь следует отметить, что на протяжении ряда лет с 2014 года разрабатывается, утверждается и публикуется на официальном сайте «Инвестпаспорт муниципального образования», где собраны основные характеристики, основные меры поддержки инвестиционной деятельности муниципального образования. Также в общем доступе публикуется информация о существующих инвестплощадках, о мерах поддержки. Здесь следует отметить, что для инвестпроектов действуют такие меры поддержки на муниципальном уровне, как освобождение от арендной платы за землю, освобождение от земельного налога на период строительства объекта, но не более трех лет. Если непосредственно говорить уже о технологии, то в соответствии с порядком взаимодействия субъектной деятельностью инвестор подает заявку в администрацию. Эта заявка рассматривается предварительно на уровне отдела экономики. Далее собирается проектная команда с участием руководителей ресурсов набирающих организаций, структурных подразделений администрации, с участием главы. И по результатам данной проектной команды уже принимается решение о сопровождении, либо об отказе от сопровождения данного проекта. На данный момент следует сказать, что муниципальную поддержку в виде сопровождения инвестор деятельности получили шесть проектов. В том числе это производственный комплекс полимер-2, строительство производственного логистического комплекса ООО «Доктор мебель», это цех по производству установочного оборудования ООО «Саймплазма» и ряд других. Есть также проекты, которые не были заявлены под инвестор сопровождение, но тем не менее они успешно реализуются, как например проект ООО «ДПЗ» по развитию и решению действующего производства. Скажите, каким образом привлекаются инвесторы в наш город? Как я уже говорил, помимо размещения инвестпаспорта и размещения информации об инвестплощадках, ежеквартально, ежемесячно направляются коммерческие предложения в ряд регионов Российской Федерации тем субъектам инвестдеятельности, тем строительным организациям, тем бизнес-организациям, которые могут принять участие в реализации этих инвестпроектов. Антон Викторович, есть еще одна важная тема, которую хотелось бы обсудить. Это территориальное общественное самоуправление или попросту ТОС. Немногие знакомы с нюансами деятельности этой формы самоорганизации. Расскажите подробнее, как это работает, кто может входить в ТОСы? Прежде всего, нужно начать с того, что такое территориальное общественное самоуправление. Это одна из форм прямого самоуправления. Для чего оно, собственно, создается? Для того, чтобы жители дома, двора, микрорайона, возможно, даже подъезда, как-то улучшили условия своей жизни. То есть это может быть благоустройство территории, это могут быть какие-то совместные мероприятия, это могут быть любые другие проекты на территории территориального общественного самоуправления, которую определяют сами жители и утверждает Десногорский городской совет. Как обстоит ситуация с созданием ТОСов в Десногорске? Здесь следует сказать, что пока она обстоит не очень хорошо. Мы пока находимся в стадии информирования, консультирования организаций. На самом деле, еще около 10 лет назад была разработана вся необходимая нормативно-правовая база на уровне муниципального образования, но эта работа велась не очень активно. За последний год мы провели несколько мероприятий различных по формам и составу. Следует отметить, например, то большое общественное обсуждение, которое проводилось в администрации в конце марта этого года, в котором приняли участие депутаты Десногорского городского совета, члены Общественного совета муниципального образования, депутат Смоленской областной думы Михаил Васильевич Власенко, активные жители, председатели Совета многоквартирных домов. По результатам его, в принципе, наметились несколько инициатив, жители различных домов, я их называть не буду, но интересно, что на том совещании депутатом Михаилом Лосенко была предложена в том числе финансовая поддержка данного начинания. Но пока, к сожалению, даже эта финансовая поддержка осталась невостребованной. Что касается примеров других, я бы здесь отметил такой город, как Урюпинск. Он, конечно, не близко к нам расположен, но, в принципе, все эти предпосылки, которые есть в городе Десногорске, они были там. Пожалуй, за одним исключением это более высокой активности жителей. Все остальное, необходимость благоустройства придомовых территорий, необходимость объединения жителей, дефицит бюджетных средств, оно как было там, так есть и здесь у нас сейчас. И следует отметить, что примерно за 10 лет работы ТОСов им удалось привлечь более 100 миллионов рублей в различные проекты. Можно также остановиться на более близком к нам примере. Это Печерское сельское поселение Смоленского района. Там оно, в отличие от Урюпинска, в котором 38 тысяч жителей, он больше похож на нас, там всего 7-8 тысяч жителей. Но на базе территориального общественного самоуправления был создан общественный совет. На базе этого общественного совета действуют комиссии по различным направлениям жизни города. И они успешно решают свои задачи. Более того, территориальное общественное самоуправление, оно способно быть кузницей кадров. Так, например, как раз в озвученном Печерском сельском поселении один из уговорителей территориального общественного самоуправления сейчас возглавляет это Печерское сельское поселение. Что касается нашего города, то существующая работа, она будет продолжена. Мы всех заинтересованных жителей ждем в администрации. Они могут обратиться как к личным, так и по телефону в отдел экономики и инвестиций, по телефону 3-23-55, получить все необходимые консультации. Спасибо, Антон Викторович, за интересную беседу. Надеюсь, будущие бизнесмены развеют свои страхи и с помощью государства откроют свое дело. А мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин